Меконгский боб-тейл, тайские и сиамские кошки-боб-тейлы. Существует большое количество разных пород представителей семейства кошачьих. Однако только одна отличается великолепной грацией по истине собачьей преданностью – это меконгский боб-тейл. Описание породы каши – меконгский боб-тейл. Спокойные, уравновешенные, очень общительные, ласковые создания – все это меконгский боб-тейл. Представители данной породы имеют ряд качеств присущих собакам, такие как общительность и любовь к тактильным ощущениям. Меконгский боб-тейл – характер животного позволяет его держать в доме, где есть маленькие дети. Питомец будет терпеливо относиться к маленькому члену семьи и играть с ним по мере возможностей. История возникновения, где именно появилась впервые эта порода кошек, сказать сложно. Мнение специалистов до сих пор расходится. Однако единым остается то, что их предком является тайская кошка. Согласно одной из известных легенд, представители данной породы в далекие времена занимались охраной тайских принцесс. Кошки сопровождали своих хозяйок даже во время купания и позволяли вешать украшения на их загнутые хвостики. Тайский боб-тейл – их история тянется уже не одно столетие. Тайский боб-тейл появлялся и в Таиланде, и в Китае, и в других азиатских странах. У тайцев данная кошка считалась достоянием и часто жила рядом с храмами под опекой монахов. Сиамский боб-тейл Сиамский боб-тейл – лишь разновидность указанной породы. На самом деле меконгский боб-тейл тесно связан с сиамскими кошками, что можно понять по своеобразному окрасу и структуре тела. Важно! Породистый меконгский тайский боб-тейл рождается совершенно белым. С возрастом шерсть меняется и появляется соответствующий цвет. Характеристики меконгского боб-тейла Кошки данной породы являются коротко-шерстными и обладают маленьким хвостиком. Животное достаточно элегантное, но при этом сильное и выносливое. Это весьма любознательное существо, которое сильно привязывается ко всем членам семьи. Меконгский боб-тейл – мальчик или девочка – это друг ребенку, который с удовольствием поддержит игру и будет спать с малышом в одной кровати. Стандарт породы представителей данной породы имеют прямоугольное тело, крепкие и развитые лапы с хорошей мускулатурой. Голова прямая, с мягкими линиями, верхняя часть практически плоская. Хозяева особенно отмечают глаза животного. Они достаточно большие и овальные формы яркого голубого оттенка. Уши широкие, полукруглые. Котики имеют достаточно выраженную массивную нижнюю челюсть. Обратите внимание, самым ярким показателем породы является короткий хвост. Он может состоять из разных комбинаций узлов, крючков. Минимально хвост должен доходить до позвоночника. Максимальная длина ограничивается четвертью длины туловища. Окрасы на текущий момент. Окрасы указанной породы принято разделять на следующие виды. Силпоинт внешне представляет собой классический сиамский «Рэдпоинт». Представители обладают персиковым оттенком. Подобный цвет считается наиболее редким тортипоинт. Черепаховый рисунок «Блюпоинт». Шерсть имеет серебристо-серый оттенок «Шоколайпоинт». Основное тело белое, а характерные пятна темно-коричневого оттенка «Таби». Имеются полосатые пятна. На лбу четко видна буква «М». Отличие меконгского бобтейла от сиамского, хотя меконгский бобтейл имеет множество схожих моментов с сиамскими кошками, это все же разные породы. В первую очередь у них разная структура хвоста. Однако на этом характеристика различий не закачивается. Сиамские кошки более самостоятельные и свободолюбивы, в отличие от привязанных к своему владельцу бобтейлов. Кроме того, физически сиамские кошки являются более миниатюрными и стройными. Меконгские имеют крепкое мускулистое тело. Характер поведения меконгских бобтейлов – достоинства и недостатки. Как уже говорилось, меконгский бобтейл – это кошка, которая во видении очень напоминает собаку. Котенок и взрослый кот всегда стремятся находиться рядом с хозяином, преследуют человека, когда тев занимаются домашними делами. Воспитание и дрессировка животное достаточно умное, обладает хорошей памятью. Кошка меконгский бобтейл хорошо поддается дрессировке. При желании ее можно выучить, приносить какие-то предметы, например, тапочки. Питомец воспитанный, даже интеллигентный. Один раз приучив котенка к туалету, человек уже не беспокоится об этой проблеме. К сведению, в кошачьей семье доминирующее положение занимает самка. При этом обязанность по воспитанию котят ложится на плечи самца. Здоровье кошек меконгский бобтейл. Данные котики отличаются весьма хорошим здоровьем. Тем не менее, хозяевам рекомендуется проводить профилактический осмотр не менее двух раз в год. Не стоит забывать и о вакцинации, даже если питомец не покидает пределов квартиры. Важно! Вне зависимости от породы владельцу необходимо внимательно следить за своим любимцем. При появлении отклонений в оведении лучше всего обратиться к врачу. Болезни кошек здоровья у данных котов отменная. Однако их слабым местом являются зубы и недуги, связанные с ними. Часто у них развивается парадентоз. Поэтому заводчику стоит обращать внимание на следующие симптомы. Потеря аппетита, запах изорта, кровоточащие или воспаленные десна. Повышенное слюноотделение. Сколько живут коты меконгского бобтейла среди кошачьих братьев меконгский бобтейл считается долгожителем. Большинство питомцев доживает до 18-20 лет. В истории встречался случай, когда кошка данной породы дожила до 38 лет. Уход за меконгскими бобтейлами, за котиками достаточно легко ухаживать. Они не требуют какого-то особенного внимания к шерсти. Следует только следить за состоянием ушей, глаз и зубов питомца. Чем кормить меконгский бобтейл? Достаточно неприхотлив в еде и с удовольствием лакомиться как домашней пищей, так и кошачьими консервами. Оптимально давать питомцу еду не более двух раз в сутки по норме, соответствующий весу и возрасту животного. Такой кот абсолютно неприхотлив в еде, как ухаживать за шерстью. Шерсть достаточно приводить воряда путем расчесывания всего 1-2 в месяц. Кошки достаточно чистоплотны, поэтому проводить регулярные водные процедуры не требуется. Кастрация, стерилизация. В каком возрасте рекомендуется котики данной породы? Косты взрослеют достаточно рано, но это вовсе не значит, что их можно раньше отправлять на процедуру кастрации или стерилизации. Оптимальным возрастом для операции считается период 10-12 месяцев. Покупка котят. Приобретая малыша в семью, стоит особое внимание уделить не только внешнему виду котенка, но и заводчику, у которого он берется. Нельзя выбирать котика по фото, всегда следует самостоятельно его рассмотреть и убедиться, что он действительно породистый. На что обратить внимание при выборе котенка? В первую очередь каждый породистый малыш должен иметь соответствующие документы. Без этого нельзя со стопроцентной уверенностью сказать о наличии у него родословной. К выбору котенка нужно подойти ответственно, также следует помнить, что новорожденные малыши белые. Поэтому рекомендуется брать котика, достигшего 2-3 месяцев, когда окрас уже проявляется. Лучшие заводчики и питомники котенка данной породы могут вывести питомники и в домашних условиях. В России достаточно много заводчиков, которые занимаются разведением меконгских бобтейлов. При необходимости можно найти котят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и других городах. Сколько ориентировочно стоит котенок стоимость зависит от того, где именно приобретается котенок. В официальных питомниках цена одного котика может составлять от 20 000 до 40 000 руб. Звездочка-заводчики берут меньше от 10 000 до 20 000 руб. Однако в последнем случае чаще всего случаются обманы. Кошки – прекрасные существа, которые любят своих хозяев. Взяв домой меконгского бобтейла, человек обретет надежного, преданного, мурчащего друга на долгие годы. Звездочка-цена указана на сентябрь 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова